Всем привет, дорогие друзья, с вами Аполлон, и в этом видеоролике это видос по шедевру стенд-оффу в большом формате не шортс, давно такого не было, и давно такого не было, по-моему, даже никогда, я практически никогда не открывал кейсы на большой видеоролик по стенд-оффу 2, let's go, полетели. В этом видеоролике я открою сначала ахуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу 69 новых хамелеон кейсиков. Видос будет очень крутым, интересным. Присаживайтесь поудобнее, готовьте хавку, водичку, питьку и так далее. Мы начинаем. Ох. Я раньше в детстве профессионалом был в Баттлхип Челленджа, поэтому я прямо сейчас поставлю. Блять, я Леди Баг отпиздил. Все. Окей, давайте сюда Леди Баг. У нас Супер Кота вот сюда. Он отлетел на пол и немножко Супер Кота не осталось в живых. А, я нашел Супер Кота. Вот он, красавец. Ставьте лайк на видео и вас не разрубят вот как Супер Кота пополам. Полетели кейсы открывать. Окей, дорогие друзья, мы на моем аккаунте по шедо евро. Стэндовчику. Окей, дорогие друзья, давайте приступим к покупочке. Замечательного стикер пака и смачно его откроем. Мне может не хватить на 69 кейсов. А знаете чё? Да я в любом случае продам какой-нибудь нож или перчатки на своем аккаунте. Поэтому давайте сразу слота его купим. А, давайте сразу. Давайте. Да что тянуть? Да что тянуть? Голда, боже. Это всего лишь валюта, которую мы прямо сейчас потратим. Давайте не будем весь видеоролик зацикливать только на стикер паке. Давайте сразу его возьмем и откроем. Очень хочу голдскул. Ну невероятно, как хочу голдскул. Что ты думал, в сказку попал? Хуй тебе, блядь. Поехали. Давайте придумаем какой-нибудь способ прикольный. Как же нам открыть стикер пак? Блин, а чё палпи тут? Давайте не будем рекламировать. Палпи. Шлепнуть ладошкой. Открыть его Apple Pencil. Или поцеловать. Я думаю, нужно поцеловать, чтобы он дал нам хороший дроп. Полетели. И мы выбиваем пенис в рот, дорогие друзья. Ура, победа. Ура, победа. Я очень рад, что мне выпала тупая рарка. За 936 голды давайте сразу сольем. Это был фейк-запрос. Фейк-закуп. Ну, точнее, чел просто голду всё потратил. Окей. За 935 тоже фейк-закуп. И ну что за кринж? Давайте за 1000 продадим его. Надеюсь, кто-то купит. Окей. Одна проблемка. Мне не хватает на 69 кейсов, а я бы прямо сейчас их купил бы, дорогие друзья. Поэтому давайте возьмём и что-нибудь продадим. Вот эти перчатки очень дорогие. Нет? Ну, давайте их продадим за 2277. Продадим эти перчатки. И вот у нас уже 6400 голды. Также я бы продал эту наклеечку, чтобы у нас было 69, а точнее 6900 голды ровно на балансе. Давайте я посчитаю жёстко, как же это будет. Мы берём. Считаем. Урок математики с Аполлоном. У нас есть 6438 голды и 0,4 копейки на балансе в стенд-оффе. Нам нужно 6900 голды, поэтому мы их давайте вычтем. Получается, что нам нужно 461 голда и 96 копеек. И чтобы её нам получить, нам нужно продать скин так, чтобы у нас получилось 461.96. Ну, как будто бы методом подбора мы сделаем это гораздо быстрее. 45, да, я хотел 45. В общем, у нас получится так, дорогие друзья. Кто-то на лаке заберёт наклеечку в два раза дешевле, чем она стоит. В принципе, я хороший человек, поэтому продаём и получаем на балансе 6900 голды. Покупайте курс по математике у Аполлона и будете такими же умными и образованными людьми, а не игроками в шедеврах стендов. Блин, только сейчас во время монтажа понял то, что я мог сделать на балансе 6969.69. Ну, ничего страшного, в другом видеоролике сделаем. Ой, это спойлер, извиняюсь. Окей, дорогие друзья, переходим в магазин. И смачненько... Что это? Вы это видели? И смачненько покупаем на весь мой баланс кейсики. Окей. У меня 69 хамелеон кейсов. Давайте приступим к открытию. Нечего медлить, дорогие друзья. Приятного просмотра. Перед открытием 69 новых кейсов хамелеон я хочу рассказать вам про кейсы тоже. GG стендов самосовершенствуется с каждым днём. Будь то мобильное приложение, будь то бесплатные кейсы. Да, на GG появились бесплатные кейсы. Открываешь обычные кейсы и можешь открывать санкоманки до арканового кейса, в котором находятся ножи и статтрек арканы. Специально для того, чтобы ты прокачивал свой инвентарь в стендове, они и добавили эти кейсики. Так что залетай на GG. Появился новый режим дуэли, где вы открываете кейс, и против вас такой же обычный игрок тоже открывает кейс. У кого будет лучший дроп, тот заберет абсолютно всё. Прикольный режим, советую попробовать. Кстати, по моему промокоду APLN69, вы получите бонус 20% к пополнению и барабан бонусов. Вот тебе халявный кейс граффити по традиции. Не забывай про другие ивенты и всякие режимчики на GG стендов и поднимай голдишку. Всё про GG стендов ты найдёшь в закреплённом комментарии и в описании. Давай, лутай голдишку. Продолжаем открывать кейсы уже в стендове. Let's go. Ой-ой-ой, перчаточки пролетают, выпадает новый ас вал. Очень хороший скинчик, жалко не статрековская рарочка. Она бы нас почти бы окупила, потому что сейчас они довольно-таки хорошо стоят. Ведь кейс только недавно вышел на рынок, и цены ещё так сильно не заруинили, как обычно бывает. Окей, дорогие друзья, давайте открывать дальше, 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 ещё, ещё, ещё. В принципе, кейсиков много. Шанс что-то выбить вполне имеется, учитывая то, какой я везучий человек. Мне выпадала недавно статрековская AVM Honey Tashiro. Как вы видите, вот этот авик мне статрековский выпал. А вот, посмотрите видеоролик. Видосов не было 7 дней, их на канале 777. Вчера я сидел у друга на стриме и пошёл с ним дискорд, чтобы открыть новые хамелеон кейсы. Охренеть, что мне выпало. Какая у тебя мышь? Ardor Phantom Pro V2. Потратил все последние свои деньги с завода. Кроме сначала 2 бокса. Опа, говно. Ну, игра, да, скины, прикольные. А, не, залуба. Серьёзно, сейчас тёрку кейсов. Мега-опанкейс полетели. Такая залупа ща выпадет. Выпадает так, R12, ты мне его трейдишь. Ты мне его трейдишь! Ебать! Ты хочешь его, что ли? Да. Закажешь за 60. Серьёзно? Давай, нажимай. Сюда! Бля, вот дыба. Блядь! Сюда! Ох, ебать! Папе, нахуй, папе! Мне первый раз в жизни такое падает. Нормальный какой-то дроп. Антон, ну реально, после встречи с Акселями начали сыпать, блядь. Правильно? Конечно. Вот так жёстко мне выпадает. Это капец. Это капец. Давайте статтрек вот эту легендарку, и я буду счастлив. Окей, не статтрековская, но в любом случае красивый АКР. Я бы с ним поиграл, оценил бы его, как он вообще играется. Самое жёсткое, что я могу выбить в этом кейсике, это вот такие драгонглесс перчаточки, потому что они дороже всего. Поставьте лайк на видос, если вы согласны со мной, то что эти драгонглесс перчатки создавались под сет к другим ножам драгонглесс, но они, сука, не подходят. Они не подходят. Лично я считаю так, а мне отправляется рарка прямо в инвентарь. К сожалению, дорогие друзья, мы крутим дальше и получаем ещё одну рарочку, даже не статтрековскую. И тем временем у меня осталось, наверное, ещё кейсов 60. Статтрек Аркана не может быть такого, что она мне выпадет второй раз. А может быть и может. Смотрите видос до конца, и мы узнаем, что мне выпадет. Возможно, очень жёсткий дропчик. И пока не особо. Я бы поставил цвет своего никнейма на вебочке красного цвета. Поэтому, летс гоу. Продолжаем на такой нотке прекрасной, с таким прекрасным цветом букв открывать кейсики. И у меня очень-очень защипал глаз. А я ж неприятно стала. Блин. Но перчаточки драгонглесс почти выбились. Точнее, не просто почти, они просто привет передали. Я надеюсь, они передадут привет ещё в следующих кейсиках. И не просто дразнючий привет, а такой привет, то что мы их получим и выбьем, дорогие друзья. Ну что, продолжаем открывать. В принципе, пока что ничего не падает. Аксельбулты скамят, скамят и скамят нас на голду. И эти кейсы максимально уводят нас в минус и ничего не дают. Но, как мы знаем, рано или поздно бывают моменты, когда ты крутанул, и тебе смачно выпало что-то охренеть какое крутое. Как вот, например, перчатки, которые меня только что потроллили. Жалко, они не выпали, хотя они стоят всего лишь 1200 голды, и они бы не окупили этот опенкейс. В любом случае, я открыл гораздо больше кейсов, чем 12 штук сейчас уже. Мы продолжаем, продолжаем открывать, и мне нихера не падает. Дорогие друзья, поддержите лайкосом и напишите комментик какой-нибудь, подбадривающий меня. Потому что я дохренища голды просрал только что перед вашими глазами на этот видеоролик. И не факт, что мне это как-то воздастся, и как-то вернут кейсы мне мою потерянную голду. Диглы меня смачно начинают троллить, и пока вот такой вот дроп мы открыли, ну, на взгляд, на скидку, чуть меньше, чем половину кейсов мы открыли. Окей, продолжаем открывать дальше. Пожалуйста, ну выпади хоть что-то. Выпади хоть что-то. Боже мой, прикиньте, вот вы сливаете в районе 10 тысяч голды. Ну, я сливаю даже больше 10 тысяч голды. И с этого всего мне дается, ну, максимум, 2 тысячи голды. Но, может быть, мне выпадут сейчас перчи, или какая-нибудь аркана трековская. И я не буду так жестко грустить, что слил всю голду на кейсы и хэллоуин стикер пак. Окей, мне выпадает понос и еще раз понос. Дорогие друзья, я не хочу вот прощать этому кейсу свою голду. Я... О, статрековский, кстати. Как бы я не хочу ничего не выбить и поставить на этом точку. Если я не выбиваю перчатки в этом видеоролике, тогда вы ждете на моем YouTube-канале следующий видеоролик. Примерно через недельку, где я опять открою 69 гребаных кейсов. Уф, 69. Кто шарит, тот шарит. У меня есть еще и канал по Бравл Старосу. Там эти мемчики более подходят. Как же меня троллят игра. Игра, слушай. Если мне не выпадет сейчас 60... Перчатки. Я буду крутить еще 69 кейсов. Да. Видимо, она хочет мне дать. Чтобы я не слил много голды в эту шедевру игру. Видимо. Видимо, она хочет дать, 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 дать. Дроп, чтобы я не снимал новый видеоролик, где покажу вам, что кейсы шедевра стендов это полнейший кал, скам и залупа. Да уж. Вообще ничего не падает. На-на-да-да-да. Ой, отвернулся и почти выпали драгонглессы. Ну как почти, еще они в трех клетках уехали налево. Ну, ладно, в любом случае, мимо прокатились красиво и элегантно. Вот вы, наверное, думаете, вот мне выпадают легендарки. Это что, нормально? Это даже половина... Ну, это половину кейса даже не... Реально, реально, не окупает половину кейса даже. 69, ух, ес. Это, кстати, делает мне половину кейса, но... Легендарка, которая дает тебе всего лишь половину кейса и которая выпадает раз в год. Ну, это кринж, это не окуп, это дичь. Тем временем у меня осталось где-то 20 кейсов и все. И больше ничего. Открываем дальше. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. заварю как кофейку деглецкий выпадает на уж на уж на уж на уж на уж прикиньте как жестко жрет стендал просто как жестко он хавает мою голду это просто капец две пары перчаток пролетает и я начинаю уже видеть скины в нижней части моего инвентаря это значит то что мы уже практически все открыли и это это кринж это максимальный кринж мне ни одной арканы не выпало за 69 кейсов и вопрос такой комьюнити этой игры коль тут такие низкие шансы почему вы настолько жестко руините цены в этой шедевра игре вы же можете цены экономику сделать реально как в контра страйке но вместо этого вы статтрек авик который выпадает раз в миллион лет их всего лишь 23 лота хотя открывала эти кейсы ну десятки тысяч игроков и как бы вот такой авик стоит 2к рублей вы рофлите но это кринж это кринж да уж да уж детишки просто наверно жестко лудоманят открывает открывает продают открывает открывает продают и наверное так и все происходит так руиниться цены они просто не знают что такое комиссия 20 процентов на продажи скина они просто это не понимают да уж продолжаем открывать кейсики и еще не падает это полный кринж у меня остается надежда последняя надежда из 17 кейсиков дадут ли они мне что-то нет последние три кейсы я открою специальными способами шлепком по экрану поцелуйщиком apple пенсилом ну и давайте четыре кейса четвертый кейс открою ногой смачно ногой открою ну и посмотрим что же мне выпадет на уши ну наверно авик мне дала игра и все хватит с меня уходи в глубочайший минус по голде окей не я просто игра троллит байтит 100 трек юс сколько он стоит 140 голды он окупает кейс это вполне неплохо ну что дорогие друзья как я и обещал если мне не выпадают перчатки в этом видеоролике я записываю еще один видеоролик где открою еще 69 кейсов этой новой коллекции и посмотрим насколько жестко скамина это игрушка под названием стену 2 вот в принципе если бы цены на скины были невероятно хорошие вкусные большие которые соответствуют редкости выпадения то я не ныл потому что ты раз в год выбьешь легендарку но она несколько кейсов может окупить а чего таки происходит легендарка даже пол кейса не окупает дети просто все ру и нет окей выпадает м40 идем открывать дальше и у нас остается 5 кейсов не считая этот который прямо сейчас крутится и открываю последний способ кейс не способом и сейчас будем открывать 4 кейса с помощью каких-нибудь приколюх приятного просмотра окей берем кейсик раз открываем его apple pencil он возьму мышку чтобы переключать сцены и вы видели экран и мы делаем вот так секундочку берем apple pencil и открываем apple pencil не попал не попал и нам выпадает с помощью apple pencil а легендарка стат трек не стат трек но в любом случае неплохо дальше мы откроем кейс с помощью ноги в принципе такой способ заслуживает ощутить на себе каждый разработчик этой игры жесткие крутальные носки открыли смачненько ногой и нам выпадает что это за издевательство а аполлон настолько жесткий что ему выпадает что это за издевательство окей дорогие друзья давайте перейдем к двум последним кейсам один из которых я сейчас открою шлепком смачненько это тоже заслуживает какой-нибудь разработчик этой залупы 2 ну такой детский фиговый шлепочек пальчиками но стат трек м комэйби нет обычная 636 паттерн последний кейсик на прощание я открою поцелуйчиком окей давайте откроем последний кейс поцелуем бле охуенный дроп за 6 тысяч 900 мать его голды а разработчики стенд-оффа со мной лучше не связываться пиздец 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 как за пиздец кромяка Продолжение следует...